Всех приветствую! Меня зовут Игорь и я работаю бизнес-аналитиком в DataArt в том числе. И сегодня хочу обсудить, что вообще это за профессия, как в эту профессию входят и, соответственно, чего ожидать, работая аналитиком не только в DataArt, но в большей степени, конечно, я буду говорить о компании DataArt, потому что наши подходы и практики всегда нацелены как раз на уникальное общение с людьми и people-centric подход. Это тот, с которым мы работаем. Но так как сегодня достаточно мы собрались для того, чтобы обсудить аналитиков, я бы хотел вначале затронуть тему, какими же аналитики бывают. Дело в том, что под этим общим термином очень часто очень большое количество людей объединяется, которые работают, скажем так, немножко разными профессиями. Что здесь хочется отметить, что вот сейчас я показываю все названия бизнес-аналитиков и очень часто люди называют бизнес-аналитиками человека, который занимается той или иной функцией. К примеру, Data-аналитик в компании может тоже отмечаться как бизнес-аналитик, при этом его перечень задач будет направлена на то, чтобы работать с данными, находить ценные инсайты, которые помогают команде принимать, команде, компании, нашим клиентам принимать взвешенные, правильные, поддержанные данными решения. Соответственно, так может случиться, что в своей практике вы можете встретить человека, который называет себя бизнес-аналитиком, кого компания называет бизнес-аналитиком, при этом скоп задач у человека очень большой, то есть объем задач. И часто все это зависит от потребностей конкретного проекта или организации. Дело в том, что часто то, кем является человек бизнес-аналитиком, IT-бизнес-аналитиком, функциональным аналитиком или юзабилити-аналитиком определяется в том числе характером или особенностями личности данного конкретного человека. Но, в общем, хочется вначале рассказать о общем процессе, как он выглядит, которому следуют аналитики. Это будет достаточно общий процесс, как я и сказал. Но первое, что должен сделать аналитик, заходя в любой продукт, проект, компанию, на самом-то деле всегда помогать команде, клиентам понять, что нужно сделать, понять, как сделать то, что нужно сделать, определить фичи или функциональность системы и, соответственно, внедрить эту функциональность. Для этого бизнес-аналитик применяет определенные техники, навыки и инструменты. То есть происходит определенный процесс так называемого discovery, понимание, что нужно и зачем это нужно. После чего уже происходит непосредственно описание, работа с инструментами, в том числе документация, передача знаний и контекста. Потому что каждая задача, она должна приносить решение этой задачи, должно приносить ценность компании, продукту, проекту. И это все должно происходить, возможно, только если задача решается в контексте определенной проблемы или ситуации. И бизнес-аналитик отвечает за то, что повторяет постоянно эти действия. И так как мы уже обсудили, какие бывают аналитики, какой общему процессу они следуют, хочу на примере продемонстрировать, как войти в профессию. И для этого я использую такое понятие, как матрицу, где хочу сказать, что часто аналитики входят в профессию по определенным параметрам. И один из них — это наличие опыта, наличие формальной подготовки и, соответственно, тип личности, то есть навыков, возможно, ментальной определенного человека. И самый первый, скажем таки, путь и частый — это применимо и к студентам, и к людям, которые хотят начать свою карьеру как бизнес-аналитик, это отсутствие формальной подготовки, отсутствие опыта. И человек при этом находится так называемый дженералист, человек, который легко схватывает разные процессы, разные сферы деятельности людей, IT и так далее. И это происходит в рамках развития предложенного компании. В данном случае происходит это таким образом, что человек, устраиваясь на работу, ищет возможность развиваться, развиваться в IT, развиваться в бизнес-процессах, как мы видели на предыдущем слайде. И, соответственно, рано или поздно некоторые компании опять-таки предоставляют человеку возможность начать осваивать эту профессию. При этом существует та же самая ситуация, но зеркально-обратно — это когда человек SME — subject matter expert. То есть, к примеру, человек работал в газовой индустрии и появляется необходимость построить программное обеспечение для учета труб. И, соответственно, так как IT-процессы налажены и все понятно, скажем так, что с точки зрения кодинга — это вопрос больше того, как в этой определенной индустрии газовой, к примеру, работает процесс учета этих труб. И поэтому приглашается человек, который отлично знает эту предметную область, который может, несмотря на отсутствие формальной подготовки или опыта в IT, может рассказать. И далее, впоследствии развития, как раз-таки находясь в IT-среде, человек занимается тем, что перенимает на себя функцию описания бизнес-процессов, бизнес-анализа. Следующий пункт — это когда у человека уже есть опыт. Как этот опыт приобрелся? Человек последовал первому или второму пункту и получил опыт. И тогда получается человек со знанием каких-то мейнстримных, возможно, не мейнстримных техник и методик, которые позволяют человеку на уровне опыта уже выполнять работу бизнес-аналитика. Следующий возможный путь — это когда человек имеет подготовку, имеет опыт и при этом является subject matter экспертом в какой-то конкретной сфере. И здесь самое интересное заключается в том, что человек как раз подходит как именно к этому проекту, bullseye, то есть стопроцентное попадание. Это достаточно редко, но тоже происходит. Также бывают случаи наличия формальной подготовки человек SME. Такое мы видели в определенные времена, когда большое количество менеджеров, людей из финансовых профессий у нас пытаются и успешно переквалифицироваться путем похода на курсы, получения сертификаций. То есть, грубо говоря, люди садятся за парту, учатся чему-то новому и получают опыт, формальную подготовку. После чего, к сожалению, опыта нет. Человек ищет работу и успешно ее находит. Вот. И, соответственно, существует такое понятие, как человек, который... Человек, который имеет и знания, и теорию, и при этом дженералист сам по себе, то есть легко входит в разные области и применять все свои навыки и теории для этого, которыми обладает. Вот. Такими бывают пути входа в профессию и развитие даже в профессии. Я бы хотел немножко времени уделить формальной подготовке. То есть, вот у нас есть формальная подготовка, опыт, да. Что касается формальной подготовки, я хочу дать ключевые слова, скажем так, для поиска, которые помогут найти, где можно получить эту формальную подготовку. Так как, к сожалению, насколько мне известно, институты в нашей стране не обучают такой профессии. И поэтому каждый должен решить для себя, нужна ли эта формальная подготовка. Я могу от себя сказать, что лишних знаний не бывает, и это просто отлично иметь такую подготовку. И вот эти возможные варианты. International Institute of Business Analysis сертификации. То есть, есть определенные курсы, которые можно загуглить, пройти. И их плюс получается в том, что по результату имеется сертификат международно признанный о том, что человек прошел подготовку и либо на пути, либо является уже профессионалом бизнес-аналитики. Там достаточно интересные требования, можно почитать про это. Также BABOK – это Business Analysis, Body of Knowledge. Это книга, которая как раз таки делается для того, чтобы объединить все полученные знания. Она достаточно, скажем так, формализована. В ней есть процесс, которому предлагается следовать. Также можно читать другие книги по теме. Ищутся они достаточно просто. Книги по бизнес-анализу. Или я советую читать, конечно, зарубежную литературу в оригинале. Также курсы по теме, бизнес-аналитика. Это может быть Coursera, либо какие-то другие ресурсы, которые предоставляют эту возможность с LinkedIn и так далее. И хочется отметить, что к формальной подготовке также относится улучшение коммуникационных навыков. Причем коммуникационных навыков не только на английском языке, но и наш родной, великий и могучий. Дело в том, что нам приходится общаться как с нашими клиентами, так и с командами. И очень важно построить корректный процесс коммуникации. И если есть возможность пройти курсы по ораторскому искусству, по искусству переубеждения, скажем так, все это будет только в копилку для бизнес-аналитика и поможет работать в данной профессии. Также существуют разные фреймворки, бизнес и не только. То есть вот из разряда IT-фреймворков это Agile. Есть процесс, по которому мы работаем зачастую, в том числе в DataArte. Есть Lean и 6 Sigma, есть такое понятие как MBA и другие практики, обучения, методики, которые позволяют нам качественно выполнять свою работу. Вот тот процесс, который общий был. Благодаря этому мы можем понять, как в той или иной задаче поступить для того, чтобы дать команде эту ясность, что нужно делать и контекст. Также относительно subject matter expert. Как переходит subject matter expert? На самом-то деле это больше часто, когда человек работает в какой-то конкретной предметной области, от финансов до нефти и газа, как я говорил. При этом работая в этой, скажем так, не классической IT-компании, хотя сейчас каждая компания занимается тем, что так или иначе соприкасается со сферой IT, это является уже daily business, daily operation, завязан на IT-продукты. И поэтому нужно, если есть возможность, пытаться найти выходы на то, чтобы участвовать параллельно своих обязанностей на уровне вычитать бизнес-требования. Почему это необходимо? Потому что это помогает очень в том, чтобы понять, что же действительно происходит с бизнес-анализом на практике. Потому что и теория, и практика, они становятся ясными и прозрачными спустя какое-то определенное время. А к этому времени нужно получить опыт. Один из хороших вариантов – это пересекаться на текущей должности, искать возможности участвовать в IT-проектах. И также научиться учиться новым профессиям. Дело в том, что, будучи бизнес-аналитиком, очень часто приходится разрабатывать программное обеспечение для каких-то конкретных специальностей, для людей, которые выполняют специальные функции. И это профессионалы. И для того, чтобы общаться с этими людьми, нужно действительно со временем перенимать. Даже если сегодня я прихожу на какой-то проект, и у меня нет знаний предметной области, то спустя какое-то время я становлюсь в том числе subject-meter-экспертом. И чем раньше это произойдет, тем лучше, так как это экономит время и коллег, и команды, и на самом-то деле деньги компании. Относительно опыта. И здесь снова я хочу сказать о том, что участвовать параллельно в IT-проектах. Искать эти возможности, возможно, даже за рамками своей текущей компании, либо есть возможность участвовать, скажем так, на проектах, которые open-source, community-проектах. Искать эту возможность. Помогать с требованиями и документами. И, наверное, такой самый важный совет, который я могу дать, это найти ментора и быть полезным взамен. Дело в том, что мы учимся у учителей. И учителя это действительно самый важный источник знаний, самый лучший для нас. И то, что описано в книгах, лучше осваивается часто на примере того, как мы общаемся с людьми, и они передают нам свои знания. Инструменты и delivery, которыми мы пользуемся. Вот здесь большой список разных инструментов, методик. И они варьируются от текстовых документов, как Project Vision, Scope, Personas, так и до каких-то диаграмм, workflow. Это все какие-то отображения. И это все нужно для того, чтобы осознать систему, для того, чтобы потом можно было свое видение, как бизнес-аналитика системы, да, создать модель, смоделировать ее. И на основании этого у команды были поставлены задачи. Я сегодня не буду останавливаться на каждом конкретном инструменте. Как я сказал, это такие ключевые слова, которые можно поискать и найти по ним обучающую литературу, которыми можно посмотреть, что они значат. Они очень большие. На самом-то деле это все в наше время очень легко ищется в Гугле. И я тому являюсь живой пример. Я могу смело сказать, что большинство знаний, которые сейчас я получаю, это и опыт, это и доступные источники из Гугла, скажем так, специализированные ресурсы. Я весьма рекомендую. Вот что бы я хотел сегодня оставить и рассказать вам. Это, скажем так, ментальные модели. Для того, чтобы быть бизнес-аналитиком, в принципе нужно иметь определенный способ мышления, формировать его в себе, взращивать для того, чтобы работа с вами и ваша работа была приятной и комфортной, как вам, так и коллегам. И мы сейчас коротко пройдемся по каждой из вот таких самых важных ментальных моделей, и которые, я считаю, очень нужны для бизнес-аналитика. И первое – это возврат от ваших инвестиций. Любое действие, которое вы предпринимаете в личной жизни или в работе, должно быть на самом-то деле просчитано. Пример может быть следующий. Я могу пойти на курсы и получить официальную сертификацию. Я на это потрачу столько-то времени, столько-то ресурсов, но в итоге я получу возможности признания официальное, которое позволит мне сделать вот это, вот это. И это на пути к моему шагу. Или я хочу найти ментора, и мне это нужно, потому что я смогу в итоге, потратив время, помочь ментору, но взамен получить опыт, который очень ценный и поможет мне войти в работу. То же самое касается IT-проектов. Когда мы начинаем работать с определенными задачами, продуктами, процессами, необходимо в первую очередь понимать, что же в итоге мы получим как результат. И нужно помнить, мы решаем проблемы реальных людей. И иногда сложно это помнить, потому что мы стараемся обобщить какую-то массу юзеров, клиентов. Мы думаем о том, что те люди, которые будут использовать наш продукт, наше программное обеспечение, делим их на пакеты, фильтры и так далее, и так далее. Так вот, нужно всегда помнить, что по ту сторону экрана, за клавиатурой или, возможно, фингертипс в мобильных телефонах находится реальный человек, который хочет решить реальную проблему. И самое главное помнить, что мы решаем проблемы и для людей, потому что мы делаем программное обеспечение даже в сложных бэк-энд проектах, где нет юзер-интерфейса. На самом деле все создано для того, чтобы у людей было меньше проблем. Нужно помнить об этом, занимаясь бизнес-анализом. Также есть такое правило, принцип Паретта, где 20% усилий приносят 80% результата. И очень важно помнить, что потратив дополнительные 30%, а именно 50% усилий, мы часто рискуем получить всего-навсего 1% прироста в результате. И чем нужно всегда понимать и думать о том, что насколько много я потратил уже ресурсов и стоит ли продолжать дальше. В бизнес-анализе есть такое понятие, как анализис-паралисис, а это именно тот момент, когда бизнес-аналитик не может прекратить анализировать и выйти делать настоящее программное обеспечение, продукт, и все время пытается что-то сделать, чтобы продукт вошел в идеальные условия. Но идеальных условий не бывает. И тот план, который мы для себя нарисовали, каким бы он был не идеальным, какое бы программное обеспечение и требования мы вначале не собрали, в итоге необходимо будет подстраиваться под эти условия. И в процессе того, как мы работаем, мы помним о том, что что-то может пойти не так. И анализируя все это, мы говорим, что вторая версия системы – это ложь. Дело в том, что мы начинаем разработку и делаем какие-то proof of concept, потом делаем минимальный продукт, который удовлетворит пользователей и думаем о том, что вот это вот здесь мы сейчас срежем и чуть позже данный продукт мы доработаем. Но, к сожалению, происходит так, что очень часто доработать мы не успеваем, так как не бывает идеальных условий. Рынок пошел дальше, требуются новые фичи и мы каждый, и у нас есть определенный перечень клиентов, которые платят уже нам за программное обеспечение, которое они используют, разработанное нами, нашими клиентами, да, для того, чтобы… И они надеются каждый день на это обеспечение, чтобы делать свой бизнес, вести свою жизнь и взять людей и перенести просто на другое программное обеспечение, нет возможности. И здесь важный момент – подумать о том, что когда происходит процесс отбора той или иной функциональности, решения тех или иных задач, всегда нужно думать о том, а что будет, если завтра мы не сможем сделать это программное обеспечение, сделать эту фичу в этом программном обеспечении. И последние три важных ментальные модели на этом слайде – это уважение ко всем – коллегам, начальству, оппонентам и клиентам. Дело в том, что мы, как я сказал, решаем проблемы реальных людей для людей и работаем мы всегда тоже с людьми. И это терпение и уважение. И последнее – это понимание и уважение. Дело в том, что только уважая друг друга мы можем создать что-то, что является большей, чем сумма всех наших усилий. Вот. Есть еще ментальная модель – команда. И я хочу сразу проиллюстрировать ее, что нужно четко понимать, что бизнес-аналитик является таким же членом команды, как и разработчики, как и ребята quality assurance инженеры, так и project managers. Дело в том, что мы всегда культивируем бизнес-аналитик, старается сделать так, чтобы каждому было комфортно высказать свои идеи, высказать свое мнение о проекте, предоставить свои требования по возможности. И бизнес-аналитик не тот человек, который говорит, вот, держи, делай так, потому что так написали. В нашей практике чаще всего бизнес-аналитик – это тот человек, который понимает, что нужно сделать, и показывает другим людям, и помогает им понять, почему, зачем и что нужно сделать. Но хочу приоткрыть для вас тоже такую маленькую, скажем так, темную сторону бизнес-анализа – это ментальная модель при трабл-шутинге, когда что-то происходит не так, что на самом-то деле выполняет бизнес-аналитик в том числе. Если сделали фичу не так, значит аналитик не так объяснил или описал. А если не выйдет сделать так, как захотели изначально, аналитика дала трещину, клиенты пострадали финансово, значит аналитик не проработал corner cases. И весь этот фидбэк потом собирается в бизнес-аналитике с целью для того, чтобы дистиллировать важное и правильно подать информацию на всю команду, потому что очень важно понимать, что в современном мире никто уже не ищет виноватых. В современном мире мы все занимаемся тем, чтобы улучшить наш сервис для того, чтобы приносить лучший результат и убедиться в том, что в будущем таких проблем не будет у клиента.